Ротуйте котика! Привет! Ну, в любом случае, мы же говорим о случившемся за неделю, так что... Ну, а да, праздников у спасателей, как известно, и нет. С начала года в Минске уже произошло 286 пожаров и прочих загораний. Погибли 5 человек, 11 спасены. Всего в республике с начала года на пожарах погибли 148 человек. Пока мы были в эфире, в прошлую среду на Романовской Слободе 9 горела обшивка балкона Марта. То есть прямо в этот час? Прямо в это время. Ох! Вот, мы с тобой вот говорили о безопасности, а о балконах мы и не говорили. Причина – брошенный окурок свыше расположенного этажа. Как мы видим, с возвращением тепла возвращается и вот эта вот причина возгораний. Сдавалось, что и тепло не занадто вернулось, тем не менее. Ну, тем не менее, уже солнце светит, весной пахнет. Так что в любом случае будьте бдительны, смотрите, не оставляйте окна открытыми, потому что туда может что-то залететь и поджечь ваше жилище. Так, в этот же день вечером очевидец сообщил о ДТП на 37-м километре внешнего кольца МКАД. Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что произошло столкновение легкового автомобиля «Берседес» и грузового автомобиля «ГАЗ». В результате столкновения водитель легкового автомобиля оказался зажат и находился без сознания. Работники МЧС деблокировали водителя, бригада скорой помощи констатировала его смерть. И тоже 16 февраля около полуночи на 112 поступило сообщение о пожаре на улице Красной. Горели коллективные сараи возле дома номер 16. В результате пожара повреждены 23 сарая на общей площади 120 квадратных метров. Как это так, видишь, неслабо горело, все это мне подается. Да, горело очень, как сказать, красиво, если это уместно, да. Но, да, было прям открытым пламенем, знаешь. Рассматриваются версии поджога и неосторожного обращения с огнем неустановленным лицом. В ночь на 18 февраля жильцы дома номер 22, корпус 3 по улице Асаналиева сообщили о дыме из квартиры. Прибывшие огнеборцы выяснили, что в квартире на первом этаже горит имущество в комнате. Скрыв входную дверь, работники МЧС из горящей квартиры спасли двух мужчин 73-го года рождения и 51-го года рождения. После осмотра бригадами скорой медицинской помощи, они с отравлением продуктами горения, ну и, конечно же, с алкогольным опьянением, были доставлены в учреждение здравоохранения. Вероятная причина пожара – несложно догадаться, неосторожное обращение с огнем при курении. Этой же ночью, по этой же причине, горели постельные принадлежности в квартире дома номер 30 по улице Антоновской. И виновное лицо хозяин квартиры не пострадал. А в 9.20 утра 18 февраля на Фабрицу Иса горел легковой автомобиль Ford 2003 года выпуска. Причина – короткое замыкание. И по причине короткого замыкания горел утром 20 февраля и Peugeot на улице Кабушкина. В результате загорания поврежден рядом стоящий грузовой автомобиль Volkswagen. Вот так вот рядом поставишь, и, казалось бы, ничего не предвещало беды, да? Но тоже может пострадать ваш автомобиль. Даже если вы за ним следите. Слухаю, что бывает такое, часом устарается, справдиваюсь, зауважаю. Да, так что смотрите внимательно, как, где ставите автомобиль, тоже немаловажно. Тем более, вот на этой неделе были очень сильные ветра. Я думаю, чуть позже я расскажу про случаи, какие происходили у нас в Минске, куда выезжали спасатели. Но учитывайте этот факт, тоже может что-то прилететь, какое-то дерево шаткое. Не ставьте автомобиль в таких местах. Так, в 11.08.20 февраля очевидец сообщил в МЧС, что видит на поверхности воды акватории реки Свислочь в районе улицы Октябрьской Куртку. Опасения подтвердились. Спасатели установили, что в полутора метрах от берега на поверхности воды находился труп женщины. Работники МЧС при помощи подручных средств труп гражданки извлекли на берег. И еще один автомобиль горел на этой неделе 21 февраля в половину шестого утра на улице 50 лет победы. Заграние автомобиля Citroen 2001 года выпуска произошло в моторном отсеке. Причина та же самая, короткое замыкание. 19 февраля, вот собственно перейдем к ветру. 19 февраля это происходило. Порывы достигали до 18 метров в секунду. У нас в Минске были зафиксированы. Работники МЧС выезжали на ликвидацию последствий сильного ветра 38 раз. 6 случаев на оказание помощи по распиловке аварийных деревьев. 28 случаев по демонтажу аварийных строительных элементов. Различных листов жести, шиферы, ограждений, каких-то конструкций. При этом повреждены 5 легковых автомобилей. По демонтажу полотна с билбордов в двух случаях. Укрепление строительных часов один случай. И один случай снятия аварийной ветки с дерева. Вот такие вот происшествия были на неделе. Ну что ж, тут сказать, нехай все-таки будет их меньше. Я к зауксюду по традиции скажу, ну, ты мне меньше раздарайся. И я думаю, что как раз праздник в Кифелин мы поговорим про то, как себе повозить о неких пылных ситуациях, как минимизовать рызыки, так и вот такие незавычайные ситуации. Рытягивается наш час без пеки. Я нагадаю у студии гость, работник Центра пропаганды Минска городского управления Министерства по незавычайных ситуациях Александр Папко. И мы протягиваем. Саш, а давай гулять? Давай, давай сыграем, конечно. Тем более, смотри, как бы скоро же весна, правильно? Первый март скоро. Вот ты знаешь, какой праздник первого марта будет? А ты расскажи. Вот только видишь, я девчонку, мне бы с весна, весна. Есть много разных праздников. Ну, вот и какие маешь, наверное? Такой вот всемирный. Всемирный день гражданской обороны будет. И хочу сразу спросить у слушателей, почему именно первого марта празднуется этот день? Почему первого марта – Всемирный день гражданской обороны? Гэта, вось, дарача, коли вы раптом не зразумели, гэта пытанне до сёняшней гульни нашей, так? Да, это такой вопрос, на который нужно прислать ответ. Мы посмотрим, насколько он правильный и насколько он оперативный. И, конечно же, этот человек не останется без подарка от нас. Вось, я нагадываю, что свои отказы, мы от вас, ваши отказы, мы от вас чекаем у саполку Радио Столицы ВКонтакте, раздел «Поведомления». И той, кто перше правильно откажет на пытанне от Александра, отрымая подарунок от Минского городского управления Министерства по незавычайных ситуациях. Так что, калі, ласка, будьте активными, калі, саправды, хочете отрымать гэта подарунок. Ну, а мы этим часом працягнем размову. Ну, Саша, я так разумею, что безопасность у нас працягивается, тема безопасности. Для этого мы заусюду тут збираемся. Давай працягнем, распачатую тему, калі, ласка. Слушай, ну, вот гражданская оборона. Какие у тебя асоциации возникают с этим словосочетанием? Ну, я, напраклад, узгадываю, як мы, наповеду, год таму, ты вось нам рассказывал, як треба гэта агнитушительі трымаць, куды, правильно? Не-не, вы тогда в противогазах бегали у меня, да. Не, ну, як трымаць-то рассказывал, все равно, все. Да, это, конечно, конечно. Ну, это не совсем прям уже гражданская оборона. Гражданская оборона – это, собственно, какой-то вот комплекс мер по защите населения от каких-то чрезвычайных ситуаций. Вот, например, ну, все знают, я думаю, этот сигнал, вот эта сирена, «Внимание всем» она называется, да, которая просто вот так будит на протяжении там трёх минут где-то примерно. Она, собственно, и подаётся в целях того, чтобы оповестить всех жителей об угрозе, может быть, радиоактивного загрязнения или химического, например, если где-то там на заводе какого-нибудь случилось ЧП, и, допустим, выброс там аммиака произошёл. Может быть, конечно, и какое-то стихийное бедствие, может быть, наводнение, там, ещё что-то, сильный ураган, ураганный ветер, смерч. Для нашей, конечно, Беларуси не очень подходит смерч или цунами, да, но тем не менее, да. Может быть даже катастрофа на, не знаю, на транспорте какая-то масштабная, да, будет подаваться этот сигнал. Ну и, конечно, в случае каких-то военных действий это тоже не исключено. Ну если раньше, не знаю, может быть, мои вот родители спрашивают, поколение постарше, говорю, вот что это такое гражданская оборона? Ну мне всегда говорят все люди постарше, это вот когда будут бомбить, надо убегать в защитные какие-то сооружения, в бомбоубежище, ну, чтобы там переждать вот эту бомбёжку. Ну, а сейчас как бы трактуется больше именно, чтобы обезопасить людей от какого-то вредного воздействия. Ну, то есть бомбоубежище уже не называется бомбоубежище, они называются защитные сооружения, защищают. Вот, и 1 марта отмечается вот этот Всемирный день гражданской обороны. Что нужно делать, если слышишь сигнал внимания всем? Вот что нужно делать, в первую очередь, ты как радиоведущая, можно сказать, ты знаешь. Так, одразу слушаешь радио. Да, всё правильно. Немедленно включаем телевизор или радио и слушаем, что Марта нам скажет, правильно? Так, ну, давай будем сподеваться, что всё-таки таких ситуаций не будет. Понятное дело, конечно. Стать свидетелем подобных чрезвычайных ситуаций, можно сказать, как бы не пожелаешь никому. Так, ну, кали вы с алгоритмом такие. К сожалению, 100% защиты нет от этого, и поэтому должны быть готовы ко всему. Першая, кали подшуливусь, такие сигналы, слухаем, так, что отбылося. Всё правильно. Так. Что произошло, в основном даже не то, что произошло, по телевизору будет или по радио будет говорить алгоритм действий, что нужно делать. Ну, потому что люди ж, как бы, не в курсе, мы в мирное время живём, уже долгое время, в принципе, и, как бы, опыт уже потеря. Не хайдалеет, так и будет. Понятное дело, да. Первое, что нужно сделать, это, если по радиоприёмнику, ну, по какой-то вот такой вот точке сообщили, что нужно покинуть помещение, во-первых, закрываем все окна, закрываем двери, всё плотненько, перекрываем газ, электричество, воду желательно. Ну, чтобы на всякий случай... Ну, абсолютно, короче, всё, что может быть. Консервируем ваше жилище, берём документы, какие-то, может, чуть-чуть ценных вещей, ну, в основном это не совсем важно, на самом деле, ну, потому что квартира, в принципе, закрывается, ну, и взять какие-то продукты питания, там, буквально на первое время, да, там, буквально на один-два приёма. И что делать дальше? Отправляемся по указанному адресу в какое-то защитное сооружение. Обязательно вас оповестят, вас встретят, возле этих защитных сооружений будут организованы наряды, которые будут направлять людей, так что, в принципе, мы не потеряемся, это 100%. Вот, если вы оказались вне защитного сооружения, вне своего жилища, вне рабочего места, то есть просто по улице идёте, сейчас очень много, ну, всяких экранов, да, по городу, я думаю, тоже всё это можно услышать и понять, что нужно делать, так что бояться не стоит. Самое главное помнить, что враг — это не тот враг, который грозит нам, ну, там, может быть, ветер или радиация, да, а враг — это наша паника, потому что если человек запаникует, это всегда приводит к каким-то негативным последствиям. И в этой ситуации особенно, ну, при пожарах это тоже очень прям очевидно. Вот, так что держите себя в руках, чётко оценивайте обстановку, ну, и строго следуйте всем рекомендациям. Вот, и тогда выход найдётся очень быстро, но я думаю, что не пригодятся, конечно, эти рекомендации нашим слушателям. Ну, дарыча, что докладно будет до справы, да, гэта подарунок админского городского управления Министерства по назвычайных ситуациях. Литерально мы праздник, как хвилин, будем подводить выники нашей гульни и докладно доведаемся, хто минавитое го трымае. Час безпеки Протягиваем час безпеки и кажем, стоп, гульня, Саш, нагадай, калегласка, пытанье, отказ, скажи, Ну, а я скажу самые головные, кто переможется. Так, ну, смотрите, вопрос был в том, почему именно 1 марта отмечается день, Всемирный день гражданской обороны. Тут очевидно, потому что именно в этот день вступил в силу устав Международной организации гражданской обороны, который, в принципе, определил её функции. Так что ответ, это день принятия устава, вступления в силу, будет правильным. Ну, и першим правильно отказал Александр. Винчуем вас с Александра, вы отрымливаете подарунок от Минска городского управления Министерства по надзавычайных ситуациях. Як иди забрать, расскажу крыху поздней. Ну, а мы протягнем... Можешь прямо сейчас, я тебя слышу. Так, нет, это инший Александр. Весь так, не так, памишь, двума Александрами отрымливается, но нет. А то я только что назвал, я думал, ты мне говоришь. Ну, да, это правильно. Так, ну, видишь, сподяюсь, что нет. Ладно, всё нормально, тёске своему обязательно подарок гарантируют. Я могу быть спокойным? Гарантирую, да, конечно. И вы так само можете быть, Александр, спокойным. А вот той Александра, який знамя, сядите у стуны. Александр Александрович. Так, Александр Александрович, давай протягиваем размову, мы про безпеку, далее видуешь, что есть ещё что-то дать. Конечно. У нас, как обычно, мы под конец, да, рассказываем о каких-то мероприятиях, которые происходят в нашей системе. И вот хотелось бы рассказать об одном очень интересном таком для детей мероприятии, конкурсе, смотри, конкурсы детского творчества «Спасатели глазами детей» называется. Вот, проходит он с 21 февраля по 4 марта во дворце, марта, опять это вот слово, сейчас буду постоянно сбиваться и смотреть на тебя. Во дворце детей и молодёжи на Старовилинском тракте 41, если кто-то не знает, для чего проводится этот конкурс. Думаю, тут тоже очевидно, ну, в целях, понятное дело, что развитие творческих каких-то способностей учащихся, пропаганда безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни, ну и популяризации профессии спасателя, чтобы к нам приходили всё-таки такие хорошие инициативные творческие люди. Ждём вас, кстати, да. Возраст участников с 7 до 17 лет, к сожалению, уже поучаствовать нельзя, если вдруг слушатели услышат сейчас нас, да, и изъявят желания, или, может, своих детей хотят как-то показать, да, какие они творческие. Но, тем не менее, рекомендую во дворец детей и молодёжи всем прийти, посмотреть, как это происходит, какие там номинации есть, какие подделки, и в следующем году обязательно можете поучаствовать. Подарки очень хорошие, сам бы поучаствовал, но, к сожалению, до 17 лет. Это крахов больше, чем 18, за 7 шмат им не меньше. Чтобы дойти до городского конкурса, вам придётся пройти сначала в учреждениях образования отбор, потом районный этап пройти, и только потом уже ваши работы будут выставлены на городском этапе. Но и это ещё не финал. Можно, смотри, как очень удобно даже. Получил подарки в учреждении образования, потом получил подарки на районном этапе, получил подарки на городском, и потом ещё республиканский этап конкурса, представляешь? Это что-то не унесешь в этих детей у себя подарок. Можно за одну работу получить очень много призов, так что приглашаю всех для участия в этом конкурсе в следующем году обязательно. Ну, а те, кто уже участвует, ну, особенно, конечно, от города Минска, желаю успехов и победы на республиканском конкурсе, чтобы знали, что столица впереди. Так, смотр-конкурс, что с тобой представляет? Вот вы сейчас слышите меня и думаете, ну, смотр-конкурс, что он там говорит, спасатели глазами детей? Можно делать всё, что угодно. Есть ряд номинаций разножанровых, например, это может быть подделка. Ну, что-то, если вы мастерите, там, из пластилина слепить или из дерева, может, вырезать. Ну, кто на что гараж. Короче, бачила, скажу, из-за этой вырубы, и на самом исправе такие разные, яны, так, от класса, кустеряки, так, не ведаю, на вот паперы, тканины, да, шаго за угодно. Так что, правда, есть на что поглядеть. Вот и в этом и проблема, понимаешь? Очень много разножанровых таких работ, и, как представляешь, да, вот в жюри их сложно, очень сложно. Так, ну, продолжаем. Модель пожарной аварийно-спасательной техники, ну, это понятно. Комикс, очень интересная, очень интересная номинация для тех, кто не любит что-то, ну, прям делать руками, может что-то написать. Сюда же входит и номинация «Сказка», «Рассказ» или «Стихотворение», тоже для таких вот людей, которые любят «Красное словцо». Ну, и очень популярна сейчас рисунок, само собой. Есть еще номинация «Стикерпак МЧС». Так, а что это такое? Ну, «Стикерпак». «Стикеры» ребята рисуют. То есть так, литерально. Да, если мы прям отмечаем их, они нам нравятся, мы их даже отцифровываем и потом меняемся в мессенджерах. Очень даже удобно и забавно, прикольно. Молодежно. Так, вот, так что все конкурсные работы в номинации, я как уже говорил, определяются ранее определенным каким-то составом жюри. Но, если вы придете во дворец детей и молодежи, вы можете принять участие в выборе приза зрительских симпатий. Отмечайте номер той или иной работы, потом мы будем смотреть, какая работа получила самое большое количество голосов. И эта работа будет награждена вот этим призом зрительских симпатий. Так что вы можете поучаствовать тоже в отборе самой лучшей работы. Это тоже очень важно. Вот, так что приглашаем вас посетить эту выставку с 11 до 17 каждый будний день. Ну и с 13 до 14 перерыв на обед. Так что не приходите в это время. Ну что ж, Саш, дякую, что пришел на гэдау, рассказал. Еще раз со святом. Тебе, наших слухачоу, с ним Барунцайчыны. Я нагадаю, что у нашей студии был гость работник Центра пропаганды Минска городского управления Министерства по назовучайных ситуациях Александр Папко. И Марта Худалей, да. Продстаю, дякую. Все, всем поколе, всем выдатного дня.